Вот так, вот так, вот так, вот так. В общем, четыре дома и сейчас здесь убрали. И здесь расположили школу, детский сад один, детский сад другой. Наталья Васильевна пятый год живет в микрорайоне улицы Нижняя. Все это время женщину волновала судьба земли, на которой уже проживает около 20 тысяч человек, а социальных объектов так и не построили. На сегодняшнем плане застройки и школы, и два детских сада стоят на территории застройщика ПО «Стрела». Правда, землю под второй детский сад «Стрела» пока не утвердила. Это итог годовой работы. То есть разрабатывала его ОАО «Архитектура и градостроительство». Столкнулись с тем, что на этой территории большое количество и объектов производственного значения, которые санитарно-защитную зону создают, и большое спортивное ядро, от которого тоже есть санитарно-защитная зона, и высокая плотность застройки. Согласно новому плану, в микрорайоне появится поликлиника. Причем не в здании бывшей гостиницы Баку, а в новом. Помимо этого, на градостроительном совете жители попросили организовать выезд из жилого массива на проезд Нижний, создать больше зеленых зон и обустроить парковку. Сейчас автостоянка находится здесь, вот проезд Нижний. Территория, которая предназначена для строительства дома, проектируется здесь дом. Мы сегодня предложили, чтобы там сделали двухуровневую парковку. Именно для нашего микрорайона. Для микрорайона, который застраивается дальше по Пролетарской, парковочные места вот очень большие, пока есть около торгового центра «Березки». Мы сейчас, еще раз говорю, в рабочем порядке доработаем те замечания, которые можно учесть, и будем утверждать этот проект. После того, как он будет утвержден, для всех застройщиков и для департаментов, в том числе, это станет законом, и дальнейшее строительство будет только в соответствии с этим проектом, как и в руке, осуществляться. Корреспонденты ЮТВ ранее не раз выезжали в этот микрорайон. Родители жаловались, что ближайшие садики были переполнены чуть ли не в четыре раза. Мне сначала предложили садик возле севера, но так как это еще дальше, мы все-таки дождались и, грубо говоря, воткнулись в тот садик, который был ближе. Уже хотя бы только на школу, надеюсь, потому что ребенку уже пять лет. В садик мы пошли, когда ребенку было два года. До сих пор ждем. По словам жителей, разобраться в ситуации и добиться пересмотра проекта застройки им помогли депутаты и огласка в СМИ. Валерия Шарова, Максим Морарь, Городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова